Ребят, а вы знаете, что... Наконец-то, свершилось! Свершилось! Биржа Гейт запускает со времен WSOT на Байбите, если вы помните, самое крупнейшее масштабное вообще трейдерское соревнование за всю историю человечества. И сейчас, чтобы вы понимали, идет ранняя регистрация. Всего три дня на нее дано, вот уже два с половиной дня осталось. Все, кто пройдут раннюю регистрацию, успеют попасть в первые ряды, получат по 50 USDT бонусом сразу же на торговый счет. Это первое. А второе, что наконец-то, вот вы меня спрашивали, Гриня, мы не можем зарегаться в твоем турнире, мы давно уже на Гейт. Вот это состязание для всех. Абсолютно для всех. Старых пользователей биржи, новых пользователей биржи, средних пользователей биржи. Вообще для всех. Поэтому, ребята, что я сделал? Я только что создал команду CryptoCommons. И если вы подписаны там в телегу, то вы сейчас узнаете об этом первом, потому что я пишу туда, вот, «Свершилось». Создал команду Profitrolli на грандиозном состязании на бирже Гейт. Вступить может каждый по этой ссылке. Добавляйтесь на раннюю регистрацию и получайте бонусом 50 USDT. Все кинул к нам в чатик, закрепил. Ребята, если вы еще не добавлены к нам в телеграм, то срочно исправьте эту ошибку. Ссылочка в описании и QR-код увидите на экране. Ну а теперь давайте перейдем все-таки к... Кевину Свенсону. Как дела, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня, 8 июля, и я не выпускал видосиков с начала праздников, на которые я с большой радостью умотал. А за это время у крипто образовался очень тяжелый месяц. И не только для биткоина, но особенно и для альты. И в этом видео мы с вами посмотрим на обе стороны рынка. Так что это будет небольшой замес за последние 24 часа. Если мы с вами посмотрим на последний месяц, то большинство активов в жестком упадке. При этом за последние сутки левая колонка, буквально все в зелени. Таким образом, в краткосрочной перспективе мы, по крайней мере, начинаем видеть хотя бы что-нибудь. Так сказать, небольшое восстановление после давления вниз. Теперь, если мы с вами посмотрим на дневной график биткоина, то можем увидеть, что биткоин все-таки сформировал немного более низкий низ за последние пару дней. Это произошло во время выходных, которые отмечались в США 4 июня. И это вызвало огромное количество страха. Я на самом деле не помню настолько сильный страх на протяжении огромного количества времени. И когда страх находится на наивысшем уровне, то обычно и открываются наилучшие возможности для покупки. Уверен, что многие не хотят это слушать. Но ведь то же самое произошло как раз на дне медвежьего рынка, после краха FTX, когда цены буквально обвалились вниз. Самые сильные медвежьи настрои были именно тогда. Именно тогда розничные настроения спекулянтов и на Уоллстрад и в Крипто достигли рекордных отметок. И это оказалось дно. Так что как только вы видите такие высокие уровни страха, вам по сути нужно смотреть в зеркало. Когда злость и расстроенность достигают своих максимумов, а настроение рынка находится на самом плохом уровне, ведь это все из-за того, что массы меньше всего инвестируют. Люди распродаются, выходят с рынка и сдаются. Именно поэтому настроение обычно не такое хорошее. Но для покупок это идеально. И что мне нравится в том, что я сейчас вижу, это то, что биткоин находится в долгосрочном, восходящем, трендовом уровне. На макрокартине по-прежнему формируются восходящие низы. Тут немножко вниз пошли. Но в целом, с последнего крупного низа, после одобрения ETF, мы по-прежнему строим восходящие низы. И если мы с вами нарисуем горизонтальную линию по точкам поддержки, которую недавно определили, то видим, что мы упираемся в поддержку на уровне предыдущих исторических максимумов. Так что для биткоина это вовсе неплохо. Альткоин — это другая история. Но что мне здесь нравится, так это то, что мы такое количество страха видим и такое количество злости и негативных настроений, в то время как сидим в середине диапазона 50-60. Ребят, это действительно хороший сигнал. А еще многие забывают, что картина может поменяться. Такое изменение направления движения гораздо более вероятно, чем многие думают. И причина, почему многие сейчас расстроены, по сути в том, что мы с вами движемся в быковике вниз. И если вы вспомните этот диапазон с марта по октябрь, 2023-го, с октября по октябрь, в конечном итоге ничего не происходило. Мы двигались в быковике, а как вы можете догадаться, настрой был удручающим. Люди расстраивались из-за того, что каждый раз, формируя низ, все думали, что это конец, что это конец. И в конечном итоге данная консолидация длилась около 30 недель. И если мы посмотрим на текущую картину, то увидим, что пока мы прошли лишь 18-19 недель. Так что не особенная картинка и отличается от того, что мы с вами видели в 2023-м. Импульс вверх, импульс вверх, боковик, консолидация. Многие в этот момент сдавались. Затем импульс вверх, импульс вверх, боковик, снова консолидация. Многие снова сдавались в этот момент. Импульс вверх. Но ведь тренд — это твой френд, пока он все еще тренд. И прямо сейчас Биткоин находит поддержку на недельной и на нашей дневной свече. Если мы посмотрим на дневку, то увидим, что на МАГДИ образуется бычья дивергенция. У нас есть восходящие верха на гистограмме МАГДИ, прямо как в апреле уходящего в май. У нас были нисходящие низы в цене, восходящие верха на гистограмме МАГДИ. В итоге образовалось пересечением вверх. Да, был немножко нисходящий вверх, откат, но были нисходящие низы и восходящие низы на гистограмме. И это также бычья дивергенция и на RSI. Нисходящие низы в цене, восходящие верха в RSI. А ведь это бычья дивергенция, да еще и на двух важнейших индикаторах. И это все образуется на самых высоких уровнях страха. Что всегда становится забавным, как это работает. У нас есть бычьи сигналы прямо в тот момент, когда люди сдаются. Так что я думаю, что вероятно, мы нашли это дно, и вероятно, мы отскочим, начав движение, как бы в восстановительном движении боковика, в конечном итоге пробиваясь к историческому максимуму, на что может потребоваться целые месяцы. Но я считаю очевидным, что быки завладели импульсом в долгосрочной перспективе. Ребята, в долгосрочной перспективе. Она выглядит по бычье. Отклонение здесь. В макромасштабе все еще бычье. Халвинг только произошел. Никогда не являлась хорошей идеей на полную катушку уйти в медведи. Прямиком во время периода халвинга. При этом, если вы также посмотрите на дневной RSI, и посмотрите на цену биткоина, то каждый раз, когда RSI на дневке достигает зоны перепроданности, в этой территории мы не проводим много времени. Буквально вчера на Твиттере я опубликовал эту картинку, на которой вы видите, что каждый раз, когда мы достигаем зону перепроданности на дневке, иногда на это уходит месяц, иногда на это уходит несколько месяцев, но обычно это приводит к некому подобию пробоя. 72 дня, 8 дней, 65 дней, 20 дней, и то же самое мы сделали только что. В общем, суть в том, что как только мы достигаем зону перепроданности, это значит, что мы в или рядом с одном. Когда мы видели слегка нисходящий низ после зоны перепроданности, то это нисходящее дно совпало с бычьей дивергенцией на RSI. Таким образом, вот тут я жду отскока. Я думаю, что мы увидим начало восстановления с этого момента, а также думаю, что альткоины настолько перепроданы до уровня, в которых люди столько испытывают боли, что для меня, кажется, вопрос не стоит. Если вы только пытаетесь зайти в этот рынок, то, на мой взгляд, вы очень-очень большой счастливчик, чтобы закупиться под таким условием и с такими огромными скидками. Полная капитализация Total 3 всего альткоина рынка все еще находится достаточно в том же самом месте, что и в прошлом цикле. У нас небольшой отскок был по сравнению с предыдущей консолидацией, но в конечном итоге это тоже тайминг и та же самая общая структура, что и в прошлом цикле. У нас есть вершина, нисходящий вверх, слив в зону накопления, пробой сопротивления, консолидация и выход в направлении крупного альтсезона. У нас есть вершина рынка, нисходящий вверх, дамп в зону накопления, пробой сопротивления, консолидация, И в конечном итоге, вероятно, начало крупного альтсезона. Но до достижения этого момента может потребоваться месяц, это вряд ли произойдет за ночь. Но в целом общий тайминг примерно тот же. От вершины до формирования нисходящего верха ушло 158 недель. И от вершины до момента, где мы находимся сейчас, прошло 139. И с учитывая пары месяцев, или нескольких, можем увидеть крупный толчок вверх. Ну то есть это был довольно отвратительный откат. Альткоины откатились до уровней самого начала этого года. Повторю, что это капитализация всех альткоинов Total 3. К настоящему моменту мы потеряли целый год. И хоть это и очень болезненный, одновременно это и очень здоровый откат. Но на мой взгляд, мы все-таки ожидаем продолжения общего аптренда. Все-таки мы значительно выше низов октября 2023. Лично я вижу достаточно обоснований, чтобы оставаться в бычьем настроении. Прямо сейчас я накапливаю альткоины, ведь скидки на них сейчас просто невероятные. Если вы верите в этот рынок, если вы верите в будущее крипто, то сейчас самое время, чтобы воспользоваться этим преимуществом и тем, что сейчас происходит. Прямо сейчас, после крупного отката в крипто, глобальная ликвидность начинает расти. Так что я думаю, это отличная зона для того, чтобы накапливать, добавлять на этих спадах, докупать, когда все напуганы и когда все полны страха. И это непросто. Чтобы сделать большой доход на крипто, вам необходимо пройти через эти моменты и удерживать силу веры в ваших исследований и того, что вы покупаете. Ведь так? Так что, ребят, надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, писать свои бесценные комментарии. И, конечно же, заходить на канал наших друзей БлаБлаКрипто, которые и делают эти переводы для вас, и куда переехал ваш любимый ньюсблог. Всем профитроли, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok